МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Все самое интересное в репортажах наших корреспондентов за неделю в студии Ирины Звягинцевой. В начале коротко о главном. В режиме диалога губернатор Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на вопросы сахалинцев. Это уже в крови, понимаете? Рыбака этим не остановишь. Коллективная изоляция на свежем воздухе. Островитяне продолжают выезжать на рыбалку, несмотря на призывы оставаться дома. У нас паники нет, продукты в полном объеме. Овощей хватит на всех. Дефицита корнеплодов на прилавках не будет. Эта ткань Мадапалан, это стопроцентный лопок. Соответственно, она уже является многоразовым. Работа кипит на Сахалине. Вспомнили, как шить защитные маски. Для удобства пассажиров в Невельске строится современная автостанция. Президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим, объявленный в связи с эпидемией коронавируса до 30 апреля. Об этом он заявил в своем обращении к населению страны. Пик эпидемии еще не пройден, подчеркнул президент. Поэтому карантинные мероприятия будут продолжаться. Также было отмечено, что заработная плата сотрудников должна сохраняться. Вместе с тем, глава государства предоставил губернаторам право решать, какой режим должен вводиться в регионах и вносить коррективы в зависимости от ситуации. Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. По словам Путина, в целом пока удается огородить от угрозы людей старшего поколения и не допустить вспышки эпидемии в детских садах, школах и вузах. Не допустить дальнейшее распространение инфекции и в то же время избежать негативных экономических последствий, которые могут наступить после карантина. Такую задачу поставил губернатор в прямом эфире перед руководителями министерств и ведомств. Глава региона ответил также и на вопросы сахалинцев. Общение в таком формате проходит уже второй раз за текущую неделю. Олеся Львова расскажет подробнее. Нерабочие дни увеличены до 30 апреля. Карантинные меры продлены еще на неделю. Это главная информация о последних дней, с которой сегодня работает аппарат губернатора. На двух прямых линиях Валерий Лимаренко с представителями региональных ведомств поднял самые волнующие вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Сейчас в Сахалинской области пять зараженных опасной инфекцией. Один поборол вирус. У прилетевших из Таиланда закончились две карантинные недели. Но их здоровье до сих пор под контролем врачей. Региональный Минздрав поставил точку в вопросе диагностического обследования. При подозрении на вирус необходимо пройти компьютерную томографию легких. К такому объему работы область готова. Каждый главный врач, каждый терапевт, кто направляет, мы отработали маршрутизацию, я подписал распоряжение, и они знают, куда направить. Ну, например, в Паранайс поедут пациенты из Макарова и Смирных и так далее. Закрыть острова, что называется, на замок, невозможно. Авиа и морское сообщения являются жизнеобеспечивающими для региона. Однако в целях безопасности все суда после каждого рейса обрабатываются. Порты также подвергаются стерилизации. Это поможет сдержать распространение опасной инфекции. Во время прямой линии губернатору отчитались по дезинфекции и других объектов. Сейчас управляющие компании вымывают подъезды, а городские улицы регулярно чистят спецсредствами. За один час подразделения спецобработки могут обслужить до 46 дней с техники. Если в день по 8 часов работать, то представляете, какая цифра. Одной заправкой наши машины могут обеззаразить до 7 квадратных километров площади. Волнующий вопрос, когда же восстановится учебный процесс у школьников, наконец нашел свое решение. С 6 по 30 апреля включительно начнутся онлайн-занятия. Об этом отчиталась и у министра образования Анастасия Кихтева. Мы очень дифференцированно подошли к тому, чтобы в учреждении обливать тот или иной режим дистанционного обучения. Напомню, что их может быть три. Но и это не все изменения в сфере образования. В период карантина сахалинские школьники с 1 по 5 класс и старшеклассники из социально неблагополучных семей получат продуктовые наборы. Всего гуманитарную помощь предоставят почти 30 тысячам учеников. Такая практика есть во многих российских регионах. Повторы всех прямых линий губернатора можно посмотреть на ютуб-канале Валерия Лимаренко. Олеся Львова, телекомпания Охотовая. Охота пуще неволи. Несмотря на ужесточение в регионе карантинных мер, островитяне продолжают выезжать на рыбалку. Они считают, что это тоже своеобразная изоляция, только на свежем воздухе. Не пугают людей массовые скопления и постепенное таяние льда. На озеро Изменчивое к любителям зимних развлечений отправилась наша съемочная группа. Пока мои коллеги снимают отсутствие трафика в областном центре и во пустые парковки, и свято верят в то, что люди действительно соблюдают самоизоляцию, мы решили приехать на озеро Изменчивое. И знаете, что бы вы думали, никакой самоизоляции здесь и не пахнет. Ну а что, на свежем воздухе сижу подальше, никого не трогаю. Так рассуждают островитяне, которые сегодня с утра поехали на рыбалку. Несмотря на все рекомендации оставаться дома, по причине которой и так всем известно, они не хотят. На вопросы журналистов либо не отвечают. С утра здесь сидите? Да. Ожидали, что будет столько людей? Либо спешат заверить, что ко всему готовы. Да и вы же, пресса, тоже здесь. Какая разница, дома ты сидишь или на льду? Ну как, вы в любом случае вместе по магазинам ходите, грубо говоря, на парковке, на этой, на заправке на одной стоите? Ну так согласитесь, вы даже если так будете, вы все равно будете в магазин тут же выходить. Вы же на работу вышли сегодня. Но если подвергать себе опасности в столь непростое время для работников СМИ необходимость, то что мешает этим людям просто сидеть дома? Ответ нашли у следующей лунки. Ну это уже в крови, понимаете. Рыбака этим не остановишь. Я сам уже в море бросил. Это вообще страшно выходить. Мы люди же все равно безумные. Мы в 7 утра с города выехали. А здесь уже было много народу? Уже прилично. Людей не останавливает даже собственный инстинкт самосохранения. И это касается не только пандемии. Против рыбаков и природа. Лед на озере начал таять три дня назад. Особенно это заметно в Устье изменчивого. Едва не утонувших людей удалось спасти с помощью тяжелой техники. Она нашлась у сахалинцев, которые возят рыбаков на Буране к отдаленным местам. Все, спасли. Троих вытащили. Не суйтесь на изменчивом. Говорят, под сто раз. Каждый день спасаем. Не ездите здесь. Вот, видите, чем заканчивается. Кое-как вытащили. На Устье лед тонкий, проталенный везде. То есть рекомендую не суваться на лед никому. До Устья можно везде обруливать, ездить. То есть район Устья пускай никто не суется. Потому что каждый день вытаскиваем людей, спасаем. То есть, ну, либо мы умрем, либо кто-то там другой погибнет. На льду сегодня оказалось не меньше сотни рыбаков. Все они останутся при своем мнении и будут сидеть до последнего. Сейчас каких-либо санкций к рыбакам применить не могут. Ведь самоизоляция носит рекомендательный характер. И это, так скажем, дело добровольное. Но вот если в нашей стране ведут чрезвычайное положение, тогда все эти люди будут вынуждены остаться дома. Полина Булгакова, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. На Сахалинской швейной фабрике развернули производство многоразовых защитных масок. Мастерицы за один рабочий день выпускают около 500 изделий. Технологию разработали с нуля с учетом оптимизации процесса и соблюдением требований Роспотребнадзора. Теперь в ассортименте есть разные расцветки и размеры. Подробности расскажут мои коллеги. Защитную маску найти непросто. А спрос на этот товар растет в геометрической прогрессии. Поэтому Сахалинская швейная фабрика решила разработать собственную модель многоразовой повязки. Пока здесь отшивают только оптовые партии, чтобы в первую очередь обеспечить изделиями предприятия с непрерывным циклом работы. Теперь звуки швейных машинок в цеху не замолкают ни на секунду. В день портнихи шьют около 500 изделий. В перспективе работники надеются нарастить производство. А пока часть сотрудников заняты пошивом пижам для Долинской больницы, где находится госпиталь для лечения больных коронавирусом. Потому что не все шьют маски. Если бы шили все, нам надо дошить все пижамы. Если бы все, можно было бы больше делать. А до первого числа надо сдать все пижамы, 400 единиц. Дизайн и технологию производства защитных изделий разработали с нуля. С учетом максимальной оптимизации процесса и соблюдением требований Роспотребнадзора. Согласно требованиям Роспотребнадзора, повязка должна быть четырехслойная. Вот эта ткань Модополан – это стопроцентный лопок. Соответственно, она уже является многоразовая. Но при ношении его каждые два часа по-хорошему нужно ВТО подвергать. То есть утюжить горячим утюгом и обязательно стирать в конце каждого дня. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин пришел поблагодарить коллектив за выпуск товара первой необходимости и поближе познакомиться с производством. Мы посмотрели, поговорили с руководителем предприятия. В принципе, они знают, чем занимаются. Нужно будет помочь, если они обратятся. Мы посмотрим, какие варианты помощи можно оказать. Руководители предприятий и организаций могут оставить заявки на пошив масок по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Надежда Кобзева, телекомпания ОТВ. Но если швейная фабрика в условиях пандемии нашла новый толчок для развития, то большинство островных предприятий переживают, мягко говоря, не самые лучшие времена. В этот нерабочий месяц бизнес понесет колоссальные убытки. Как помочь местным предпринимателям, губернатор и его команда решали в прямом эфире. Как выйти из карантина без потерь? Сегодня этот вопрос очень актуален для островных предпринимателей. Совместно с бизнес-сообществом правительством Сахалинской области разработан пакет мер для поддержки местных предприятий. В рамках пакета мер мы предлагаем снизить ставку налога те, кто работают по доходной базе с 6 до 1%. В 6 раз снизить? В 6 раз? Да. И, соответственно, также тот, кто работает на упрощенной системе налогообложения по формуле доходы минус расходы с 15 до 5%. В 3 раза? Еще один очень важный вопрос – арендная плата за помещения, в которых ведут деятельность. Правительство предусмотрело меры, чтобы бизнесу не пришлось оплачивать простой из своего кармана. Для бизнеса, если это областная или муниципальная собственность, что происходит? Мы в 2020 году не взимаем эту плату, и эта плата переносится на 2021 год, причем равными платежами. Также рассматривается вариант льготной рассрочки для предпринимателей, арендующих помещения у частных лиц. Особое внимание уделили и кредитованию предприятий. Посыл исходит из того, что в случае изменения доходной части по прибыли и, соответственно, изменения более чем на 30% доходной части, это признак того, что будут предоставляться отсрочки по оплате, предоставляться каникулы. Для всех предпринимателей в области действует специальная интернет-платформа «Бизнес Сахалин Онлайн». Зайдя на нее, можно получить подробную информацию о мерах поддержки и задать интересующие вопросы. Владимир Ильин, телекомпания ОТВ. Овощное разнообразие на сахалинских прилавках будет продолжать радовать покупателей. В период карантина местные совхозы продолжают реализацию своей продукции. Урожай 2019 года еще не закончился, а предприятия уже готовятся к новой высадке корнеплодов. Горы картофели, моркови и свеклы оценила Олеся Львова и лично убедилась – овощей хватит на всех. Представить свой рацион без овощей просто невозможно. Сегодня, как и всегда, перед сахалинскими совхозами стоит непростая задача – накормить корнеплодами весь сахалин. И предприятия с этим справляются. Склады буквально ломятся от урожая 2019 года. Его объемов с легкостью хватит до следующего овощного сбора. Мы торговали всю зиму. На этот момент у нас осталось, а сейчас еще в наличии продукции много, поэтому всем хватит. Осталось 6 тысяч тонн картофеля продовольственного, осталось у нас 500 тонн моркови, 1200 тонн свеклы и еще капусты 300 тонн у нас. Свои объемы производства один из востребованных совхозов снижать не собирается. Наоборот, дальше только больше. Сахалинские прилавки пустовать не должны. Для этого на предприятиях ежедневно кипит работа. В каждом цеху овощи проходят целый ряд отбора. Путь от склада до магазинной полки начинается с сортировочного пункта. В течение дня этот аппарат для переработки картофеля не останавливается. Ежедневно здесь сортируют корнеплод для дальнейшего фасовки. Так как здесь используется непосредственно ручной труд, можно смело сказать, что на прилавки попадает только качественная продукция. Больше 20 тысяч тонн овощей ежегодно реализует только один совхоз. Его продукция пользуется спросом даже у северян, не говоря уже о юге острова. Экологически чистая еда отправляется в больницы и учебные заведения. Сейчас немного спрос увеличился у нас на картофель и на морковь. Остров наш будет обеспечен. У нас паники никакой нет, у нас продукция в полном объеме. Совхоз уже готовится к новому посевному сезону. На складах отбирается семенной фонд восьми различных видов картофеля. Это как новые элитные сорта, так и уже полюбившиеся сахалинцам. Бурт у нас заложен уже 600 тонн. Надо заложить еще 100, 700 тонн у нас планируется ретли заложить. Ну это пойдет картофель на посадку. На семенную основу идут мелкие плоды. Их сортируют на специальном аппарате. Крупные на продажу, остальные для разведения. Учитывая, что совхоз уже закупил удобрения, можно смело сказать, к посевному сезону все готово. Ждут только оттайки земли. Осенью этого года все сельхозпредприятия планируют собрать почти 38 тысяч тонн картофеля и 22 тысячи тонн овощей открытого грунта. Таких объемов хватит на весь следующий год. Сахалинская областная специальная библиотека для слепых перешла на особый режим работы в связи с коронавирусом. На время карантина слабовидящим и потерявшим зрение читателям доступ в учреждения воспрещен. Но специалисты нашли выход. Они увеличили количество выездов на дом, стали читать книги и проводить викторины по телефону. Обо всех нововведениях Игоря Антипов подробнее. Много вы что-то знаете о Чехове? Ну, что он прибыл на Сахалине. Угу. Это я знаю. Так, а еще? Что в Александровске, Сахалинском открытии вузе. Самоизоляция не повод для печали. На карантине, да и в любое время года, незрячие могут всегда рассчитывать на сотрудников библиотеки. На каждого читателя в телефонном режиме ежедневно отводят до 15 минут. Галина Ивановна, до свидания. До завтра. Мы с вами завтра созваниваемся в это же время, в 10 часов, и прочитаем с вами еще что-нибудь интересное. Им хочется общения. Они живые люди, и мы и в этом им помогаем. Сейчас мы эту услугу предоставляем и другим категориям наших пользователей, потому что в связи с обстановкой в стране. Библиотекарь не забывает и про дезинфекцию рук антисептиками, проветривание помещений, обработку рабочих мест. Относится к ситуации с пониманием, чтобы всегда оставаться во здравии на боевом посту. Светлана Андреевна, вы боитесь, что наши медведи через челюсть затолкнут. Даете нам работу правильно? Ну да, давайте. Задаю вам вопросы. Мы проводим различные беседы, громкие чтения, викторины. А когда ситуация нормализуется, те мероприятия, которые были запланированы ранее, мы их обязательно все проведем. Сейчас количество читателей, которые обслуживаются на дому, их увеличилось. И обязательное условие – это соблюдение всех мер профилактики коронавирусной инфекции. Это маска, это перчатки, это обмен книгами на расстояние. Таких по Южн-Схалинску порядка сорока. Подборку электронных изданий на дисках и флеш-картах по ссылке в районы для слепых и слабовидящих готовит Елена Гонтарева. Сегодня она отправляется в рейс к необычному читателю Ирине Походяевой. Она очень интересуется краеведической литературой. И когда ты начинаешь разговаривать с ней о книгах, она говорит, а вот это бы я хотела почитать. И однажды она призналась в том, что она пишет свои произведения. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Я вам привезла к книжечке. Филолог по образованию, несмотря на потерю зрения, продолжает оставаться в педагогике. Она нынче преподает богословские дисциплины в Свято-Покровском мужском монастыре Корсакова. Писать-то я начала, съездила поучиться в Америку в 97-м году. И когда приехала, одноклассница работала в газете «Регион» и говорит, а почему бы тебе не написать об Америке? Я говорю, а в честь чего? Она говорит, у тебя стиль такой хороший. Я говорю, с чего ты взяла? Ну, ты письма такие писала. В будущем году библиотекаря планирует издать ее собственную книгу из поучительных историй со шрифтом Брайля. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Несмотря на пандемию коронавируса, жизнь продолжается, и в Портовом Невельске не прекращается строительство. В центре города сейчас возводится автобусная станция. Это проект, который создали сами горожане в рамках инициативного бюджетирования. Мини-вокзал будет оснащен всеми удобствами и вмещать в себя несколько десятков человек. Подробности у Евгения Конькова. Пока большинство сахалинцев прячется от коронавируса, Невельским строителям не до болезней. В центре города возводится долгожданная автобусная станция на месте старой. Она была в таком состоянии, что постройку снесли без сожаления. Здание портило весь обновленный облик Невельска. Конура была. Конурка маленькая была. Неудобно. Место тесное, маленькое. Будет хорошее, надеемся. В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования группа невельчан внесла на обсуждение проект небольшого автовокзала. Идея получила положительный отклик большинства горожан. На общем голосовании сахалинцы тоже поддержали инициативу строительства. Логика проста. После землетрясения Невельск отстроился и приобрел современный вид. Но вокзал остался прежним. А это лицо города, который претендует на интерес со стороны туристов. Люди приезжают и видят вот такое убитое здание внутри красивого города. А еще какая была проблема вторая? Что люди, которые сюда приезжают, да здесь в середине центра, им некуда было сходить. Ну в туалет имеется в виду. Не было туалета общественного. Строительство началось в начале марта. За это время рабочие выкопали котлован. И сейчас идет установка фундамента. Работы продлятся недолго. Уже к первому августа, согласно графику, здание должно явить себя горожанам. Теплое, красивое и в отличие от старого с удобствами внутри, а не во дворе. Это капитальное сооружение на 25 мест постоянного пребывания людей. Дальше в этот проект еще войдет 7 автобусных павильонов теплых. Четыре из них будут расположены в Невельске и по одному в разных населенных пунктах Невельского района. На Грандзаводске, в селе Калхозном и в селе Шибунино. Также в северной части города появится еще один общественный туалет. Невельские власти намерены проект «Уютный город» по возможности продолжать. Согласно планам, если новые остановки понравятся жителям района, их количество будет увеличено. Евгений Коньков, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. В Сахалинской области продолжает расширяться сеть социальных магазинов. Торговые точки с товарами, где наценка не превышает 15 процентов, открываются как в областной столице, так и в районах. Ими могут воспользоваться все островитяне, независимо от материального положения. Мой коллега Владимир Ильин приготовит блюда с гречкой и посчитает, где выгоднее всего купить необходимые ингредиенты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как бы мы ни старались скупить всю гречку, ее запасы в островных магазинах оказались неиссякаемыми. Сегодняшний выпуск посвящается любителям этой каши. В основном россияне используют эту крупу в качестве гарнира. Но если проявить немного фантазии и добавить правильные ингредиенты, гречневая каша может стать основой завтрака, обеда, ужина или даже праздничного застолья. Сегодня я покажу вам несколько быстрых и интересных способов приготовления этого замечательного продукта. Первым делом нам необходимо подготовить перец к фаршированию. Для этого мы разрежем его на две части, отложим в сторонку и приготовим, собственно, сам фарш на основе нашей гречневой крупы. Помидоры подготовили, оливки подготовили. Сыр у нас тоже в порядке. Теперь нам необходимо все это смешать с гречневой крупой. В это блюдо можно добавить как твердые сорта сыра, так и плавленые. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Осталось совсем немного. Теперь мы нашу начинку как следует перемешаем, включим духовой шкаф и будем фаршировать наш перчик. Для приготовления блюда нам понадобилось болгарский перец, помидоры черри, оливки, сыр, гречневая крупа и оливковое масло. Фаршируем наши половинки равномерно, отправляем в духовой шкаф и буквально через 10 минут. Это вкусная, а самое главное полезная красота будет готова. А пока мы ждем, я расскажу рецепт вкусного и полезного завтрака. Смешиваем несколько куриных яиц, молоко, зелень, вареную гречку и цветную капусту, нарезанную средним кубиком. После чего полученную массу отправляем в духовой шкаф. Через 5-10 минут блюдо готово. Все, мы готовы пробовать. Последний штрих, посыпем немножко паприкой, чтобы выглядело это красиво, эстетично и было приятно не только кушать, но и смотреть. Друзья, сочетание сыра и гречки просто шикарное. Вся эта композиция дополняется легкой кислинкой от оливок. Блюдо просто волшебное. Не поленитесь, обязательно приготовьте его дома, тем более сам процесс занимает не более чем 15 минут. После дегустации я решил узнать, есть ли ажиотаж на гречневую крупу в областной столице, а заодно проверить гастрономические познания островитян. Вы, кстати, из гречки какие блюда умеете готовить? Я? Да. Как суп из нее приготовить, знаете? Да. А котлеты? Не, котлеты нет. А птицу фаршированную? Мы сейчас как раз этим и занимаемся. Сами-то гречкой закупились? Да. Много взяли? Ну, это, 5 килограмм. На базе. Есть хороший товар кубанский. 50 рублей пакетик. Ну, ешь его этот товар. Зря. Есть гречка кубанская. 50 рублей пакет надо? Хорошо. Есть хороший товар. Гречка кубанская. 50 рублей. Зря. Ажиотаж на крупу пропал, а запасы в домах некоторых сахалинцев переполнены. Самое время внести разнообразие в свой рацион и приготовить фаршированные перцы. Тем более, все ингредиенты доступны и недороги. Я по традиции сравнил цены сети магазинов социальных и простого супермаркета и выяснил, что в социальном продуктовый набор оказался на 62 рубля дешевле. Владимир Ильин, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин